Для чего, какой пост нужен? Хотите знать это знание? Следует знать, что эта наука о постах существовала всегда. И древние врачи лечили движением людей, статикой и постом. Пост — это очищение организма. И очищение организма, самое простое очищение организма, и самое эффективное — это не есть до обеда и пить воду. Всё. Не надо выходить из поста, не надо входить в пост. Просто не пьём, не кушаем, пьём воду сколько хотим до обеда, и кушаем в обед, кушаем как обычно. Всё. Самый простой пост. Можно делать когда хочешь, сколько хочешь, никаких ограничений. Если ты решил поститься с целью достижения какой-то цели, допустим, зачать ребёнка, допустим, ещё что-то, то всегда пост должен быть совмещён с днём недели. Потому что каждый день недели даёт свою силу человеку. Допустим, на английском Sunday. Что значит Sunday? Солнечный день. Это воскресенье, да? Видите, мы назвали воскресенье — это по воскрешению Христа, да? А раньше люди называли вот так вот дни. Связаны с чем? Воскресенье с чем день связан? С Солнцем. Moon day, Monday. С чем связан? С Луной. Лунный день — это понедельник. И так далее. Так во всех традициях как бы люди знали, с чем дни связаны, с какой планетой. Это знание у всех было. Сейчас мы ничего не знаем. Так вот, знаете, если человек хочет быть оптимистом, мы говорим сейчас только о посте на воде. Этот пост проводится с утра и до вечера. Выход на следующий день. Утром фруктами. Сука, фруктами, фруктами. Выходит человек с утра на следующий день. Он никак не входит в пост, просто он не кушает слишком много вечером. И весь день только на воде пост. На следующий день только на воде. Воскресенье. И этот пост дает человеку победу над судьбой. Как он побеждает судьбу? Воскресенье. Если ты в депресснике. Если у тебя плохое положение в обществе. Если ты не уважаешь старших и хочешь научиться. Если ты хочешь иметь сильный иммунитет крепкий. Если у тебя больные глаза, там кости, десна. Если у тебя, допустим, проблемы в отношениях с мужем. С мужским началом. Или с отцом, допустим. То тогда человеку нужно поститься в воскресенье. Вы помнили? Если у тебя нарушен сон. Если у тебя нет любви в семье. Если у тебя плохие отношения с женщинами. Если у тебя нарушен обмен веществ. Если у тебя нет спокойствия в жизни. Самара городок беспокойная. Если у тебя не хватает утонченного восприятия мира. Поэтичности. Еще чего-то. Грубовато смотришь на мир. Общаешься грубовато с людьми. Если есть болезни гормональных функций. По-женски. Там цикл нарушен. У женщин. Или болезни связанные с глазами. Когда глаза переохлаждаются. Нужно поститься в воскресенье. Когда перегреваются. Нужно поститься в понедельник. Ну то есть все эти причины. Там нарушение отношений с семьей. Нет гармонии. Нет любви. Одиночества. Нет любви в жизни. Это все в понедельник пост. Вот он засвобождает эти энергии. Вот такие энергии. Которых тебе не хватает. Постимся. В понедельник. Если у человека слабая воля. Слабая решимость. Слабое пищеварение. Если у человека не хватает способности победить судьбу. Кто-то задолбал. Там суды-пересуды. Там насилие мучают вас. Надо быть сильнее. Если вы хотите как бы преодолеть препятствие какое-то. Провести успешную операцию. Рассосать опухоль. Там если у вас еще кого-нибудь рассосать. Ну то есть кто-то мучает. Вот. То пост во вторник. Вторник это день Марса. Марс побеждает. Победу дает. Судьбу. Если у человека не хватает возможности общаться с людьми. Ему не нравится погода. То это то та. У него какие-то нарушения ритма в организме. Если у человека с речью связана работа или бизнес. Он бизнесом занимается. С речью связана. Торгует. Торговлей занимается. Ему нужны силы для торговли. Для бизнеса. Для общения с людьми. Дружить со всеми. Нужно вот гармонично относиться с этим миром. Вот. Чтоб речь была красивой. Чтоб сердце нормально работало. Тогда человек и щитовидная железа. И поджелудочная железа. И вообще все гормональные органы. Тогда человек постится в среду. Вот. Поститься можно все семь дней в неделю. Без пищи. Но помрешь. Как это? Справдополосимость. Эту ягоду можно есть? Можно. Но отравишься. Итак. Один раз в неделю надо поститься. Какой-то день выбирать. Один такой, другой. Такой можно. Но если подряд, то лучший результат. Если как бы боксер дерется, да? Ему лучше в одно и то же место бить лучше результат. А можно бить везде. В принципе. Тоже хорошо. Но лучше в одном месте. Ладно. В четверг. Если у человека не хватает веры. Если у человека нет наставника. Если у человека плохой иммунитет. Если у человека больная печень. Если у человека нужно преодолеть проблемы судьбы. То есть победить судьбу. Если у человека краски жизни поблекли. И как бы он в депрессии находится. Ему надо стресс победить. Если какое-то хроническое заболевание. Если у человека не хватает силы. Человеку нужны силы жить. Тогда пост четверг. Если человек хочет больше счастья, радости в жизни. Если он хочет, чтобы в семье все было хорошо. Если он хочет, чтобы как бы были такие добрые, нежные отношения со всеми. Ласковые. Вот. Если женщинам нужно половые как бы проблемы с... Ну, какие-то проблемы в половых отношениях там, допустим. Вот. То пост пятницу. Если человек хочет выйти из тюрьмы или не садиться в тюрьму. Если человек хочет, чтобы работа была полегче. Если ему жизнь задолбала. Если он болеет психическим заболеванием. Если духи пристают. Или правительство. Вот. Если человек чувствует, что он как бы изгой в стране. Или его выгоняют из страны. Если человек чувствует, что жизнь очень тяжелая у него. И нищета. То человеку надо проститься в субботу. Теперь, мои хорошие. Вот пока я не забыл еще. Кроме поста еще кое-что хочу вам сказать. Пожалуйста, вы в субботу не женитесь. Жениться надо в пятницу. Самый лучший день в пятницу. Но в субботу, пожалуйста, не надо, мои хорошие. Не надо свадьбы играть в субботу. Потому что суббота это день Сатурна. Значит, жизнь будет тяжелая. Ну, ничего страшного, значит, тогда. Сделайте венчание в пятницу, значит. Переиграйте ситуацию. Еще одну свадьбу сделайте, только венчание. И сделайте ее в пятницу. И у вас все поменяется. А, какие планеты? Среда Меркурий. Четверг Юпитер. Пятница Венера. И суббота Сатурн. Вы помнили? Самые тяжелые для судьбы планеты это Сатурн. Самые тяжелые для судьбы планеты Сатурн. И самые благоприятные для судьбы это Юпитер. Теперь я вам рассказываю другие виды поста. Самый лучший пост это пост на воде. Самый простой пост это до обеда. После обеда не надо делать пост, это не пост. До обеда именно, когда солнце поднимается, сгораются токсины и человек омолаживается. Все самое лучшее лечение надо делать только до обеда. После обеда уже не лечение, не пост. Если вы весь день поститесь, это тоже хорошо. Но если вы во время поста на воде постоянно хотите жрать, это портит здоровье. Человек во время поста должен молиться, делать добрые дела, как-то заставить себя что-то делать, отвлечься от еды. Но если вы постоянно у вас течет слюна, лучше покушайте. Иначе вы будете болеть. То есть это не пост нормальный, это самоубийство, когда человек постоянно... Это не пост. Просто радостно, весело, забыл про еду, пьем водичку и живем весь день радостно и весело. Ушел в лес, на дальние станции сойду и хорошо с былым на эти дни. Бродить в полях ничем, ничем не беспокоясь. Тошнит от голода, значит на воде пост. Тошнит, значит до свидания, пост на воде. Будем поститься дальше, есть же разные виды поста. Давайте изучать дальше. Есть пост на сырых овощах, лучше овощах выбирать или на фруктах, или на овощах. Вот только на одних сырых овощах, это могут быть салаты, корнеплоды, просто зелень. Пост на любых сырых овощах предназначен для успокоения человека. Перевозбожденный напряженный человек на овощах начал поститься, успокоился. Если человек в депресснике находится, то поститься надо на фруктах. Но на цитрусовых лучше не поститься, потому что этот пост сильно возбуждает психику. Он делает психику очень активной, чрезмерно активной. Это хорошо для такого сильного, огромного повышения иммунитета. Когда совсем уже тяжелое какое-то аутоиммунное заболевание, тогда на цитрусовых надо поститься. Попить соки апельсина, грейпфрукты и так далее. Запоминайте, если человек постится на одних корнеплодах, такой пост хорошо делать во вторник мужикам, которые не могут зачать детей. Тогда, если он, допустим, 4 вторника подряд попастится на сырых корнеплодах, это свекла, морковь, сельдерей, корень. И пить женьшень еще, корень в эти дни, по вторникам. И он при этом соблюдает целебат еще, целый месяц постится по вторникам и соблюдает целебат. И каждый вторник только одни сырые корни. Можно соки там пить, можно так есть, как хочешь. То такой человек может даже глазами зачать. У него же из глаз начинает всеми идти, уже такая сила как бы, что страшно. У него уже даже на него смотреть становится. Все такое целебат. Целебат это целебат. Морковка, конечно, это же корень морковки. Это корень морковки. Прямостоячий. Рассейн такой. Вот. Есть пастерна, корень, сельдерей, корень. Корень картошки не надо целым есть. Невкусно. То есть мы этот корень не едим целым. Исключение. Итак, вот такой совет. Теперь женщины, если хотят забеременеть, они уже не по вторникам, а по пятницам. Кушают овощи, которые растут над землей. Это кабачки, патиссоны, тыква. В основном вот эти овощи. Сырыми соки из этих овощей. Если вам уж совсем невкусно, там мужики, женщины, можете мед добавлять, чтобы мед не мешает вот этому посту на овощах, там не мешает сырой пост держать. Ну, чтобы повкуснее было, чтобы там не тошнило, не давиться этими продуктами. Лучше сочетать. Если свеклу пьете, добавьте морковки чуть-чуть, чтобы было вкуснее. Ну, как фантазируйте, чтобы выживать. Вот, запомнили, что женщины улучшают гормональные функции с помощью поста на овощах, которые растут над землей. У них гормональные функции становятся сильными, способными забеременеть по пятницам. Дальше, когда человек постится на зелени, зелень можно шульцарую есть во время этого поста, а можно тушить. Тушеная зелень, знаете, можно шпинат просто потушить на сковородке, получается такая зеленая, мякоть такая. Сок можно шпинатовый пить. Когда вы на зелени поститесь, можно топленое масло чуть-чуть добавлять, когда вы делаете вот этот тушеный шпинат. А свежую, когда зелень, можно, допустим, чуть-чуть добавлять какого-то другого масла. Потому что зелень лучше с маслом есть, иначе вам будет тяжело подмасливать чуть-чуть. Ну и чуть-чуть подсаливать, соответственно. Этот пост на зелени колоссально влияет на обмен веществ. Допустим, если у человека сахарный диабет, если у него кожное заболевание, если у него аллергия, если у него плохо работает печень, поджелудочная железа, щитовидная железа, то есть нарушен обмен веществ и воспалительный процесс в организме, пост на зелени самый лучший. И вообще зелень является самой легкой пищей на земле. Поэтому с возрастом, люди с возрастом должны больше есть зелени. Так как зелень свежая переваривается плохо, поэтому надо ее тушить, тушеная зелень, надо блюда такие есть. И так как шпинат стоит дорого, поэтому есть два таких уникальных продукта, называется лебеда один. Это сорняк, который растет везде, во всех странах мира. Лебеда и амарант тоже сорняк. Вот эти два сорняка, если взять листья этих сорняков и потушить, вы их все видели, эти растения, вы просто не знаете названия. Вот, если взять листья, потушить, свежие молодые листья, то они, ну вкус такой же, как у шпината. Очень вкусно. То есть тушеная вот эта зелень, и эту зелень, допустим, амарант, семена амаранта сейчас продаются везде. То есть можно купить даже у нас на сайте, там вам вышлют, это пачка такая семян, хватит надолго. И эти семена просто на клубу насыпаете, есть лампы специальные для растений. Сейчас продаются такие лампы, и даже есть такие системы, что вам даже не светит, они закрыто все. Получается такая домашняя теплица, вы просто ставите эти лампы, ничего там плохого не будет, эти растения нормальные для пищи. И вот просто даже зимой, там когда угодно, если у вас, допустим, площадь квадратный метр, вот этой теплицы, то вы можете целый год питаться зеленью бесплатно. Ну то есть семян накупили, засыпали, и можно срезать опять растет, срезать опять растет, так раза четыре. Потом она грубеет, выкопали, посадили новую, и через три недели новая зелень пошла. И так все время, экономит средства капитально. Можно из лебеды делать салат также, можно делать сок зеленью. Второй вариант, если вам этот не нравится вариант, берете пшеницу просто, и засыпаете точно так же просто в обычную, там, какую-нибудь плоскую посудину, и там постоянно должно быть чуть-чуть воды, следите, чтобы не было много и не было мало. И пшеница начинает расти, так, пшеница, соответственно, должна быть цельная. Пшеница прорастает, растет, когда она вот такой становится, большой, то вы корешки срезаете и оставляете только в ростке вот эти зеленые. И есть блендеры, которые взбивают ее, ну, рубят, взбивают, и получается такая зеленая масса с водичкой разбавляете, добавляете сахар, что-то, и пейте как сок. Эта пшеница будет очищать организм от всех шлаков. Понятно? Вот эта зелень, листья являются самой полезной пищей на земле. Листья именно. Понимаете, мы просто не все листья можем есть, но те, которые можем есть, это листья петрушки, укропа, там, салата, шпината, амарант, лебеда. Вот эти листья, они продлевают продолжительность жизни. У всех пожилых людей, когда нарушается обмен веществ, человек, если увеличивает сильно количество зелени, особенно тушеной в своей пище, то у него все проблемы со здоровьем начинают уходить. Второе, цинизм улучшается, балансируется, успокаивается и все прочее. Если человек психически больной, у него сильно возбуждена психика или дети ДЦП, тоже, если тушеную зелень давать, у них успокаивается психика и тоже приходит в норму. И эта пища вкусная на самом деле, ее вкусно есть. Ее подсаливать? Подсаливать, все, можно подсаливать и так далее. Теперь дальше. Пост на ягодах. Меркурий, день, Меркурия, среда. Да. Вот. Капуста не относится. Но молодая капуста относится. Если она зеленая, еще молодая капуста, маленький, качан, то относится. А? Пекинская капуста относится. Тоже опять молодая, есть крупная, она не относится. А еще молодая совсем, то относится. Еще лучше, да, кипин пекинская. Молодые, зеленые белки бери. Слушай. Хорошее дополнение. Спасибо. А? Я? А вы, говорит, про икадыши, что ли? Я всегда почусь только до обеда. Я полный пост никогда не делаю. Всю жизнь почусь каждый день только до обеда на воде. Потом кушаю. Мне так нравится. А вы смотрите сами. Вот сейчас напомнили, есть такие дни, вот знаете, у лунных суток 14 дней, да? Лунный ритм 14 дней, да? 14 дней луна растет, 14 убывает, да? Между ними есть один день там и один там. Получается 30 дней всего. А нет, всего 14 там, 28 дней у луны. 14 растет, 14 убывает. Так вот, 11 день растущей луны и 11 день убывающей луны – это время, в которое человек должен беречь себя от опасности и влияния злых сил. И в этот день рекомендуется не есть ни мясо, ни яйца, ни рыбу, всем, даже те, кто это едят. 11 день возрастающей луны и убывающей луны. И в этот день также не рекомендуется есть зерновую пищу, потому что через зерно тоже злые силы могут влиять на человека. И в этот день не особо много аварий, обычно бывают люди все напряжены, нервные, несчастные, замученные, ругаются, потому что идет влияние этих сил. Но если человек не ест ни мясо, ни рыбу, ни яйца, ни зерно, то он избегает этого злого влияния. Значит, следующий вид поста – это пост на ягодах. Предназначен для похудания и улучшения обмена веществ. И такой пост можно проводить или в пятницу, или в субботу. Ну, то есть, если в субботу будете проводить, то психика будет успокаиваться, так расслабляться. А если в пятницу, то обмен веществ будет улучшаться. Можно разморожено, нормально. Вот, в принципе, я вам рассказал простые и основные виды поста. Более сложные я вам не буду рассказывать. Еще хочу сказать о сыроедении еще. Не сыроедение означает поедание сыра, а сыроедение означает, что мы едим невареную пищу. Понятно, чтобы вы хорошо правильно меня понимали?